В Москве состоялось подписание соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о взаимном признании документов, подтверждающих факт установления инвалидности военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел обоих государств. Соглашение подписали чрезвычайный и полномочный посол Республики Южная Осетия в Российской Федерации Знаур Гассиев и министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. Документ распространяется на граждан Российской Федерации, уволенных из Министерства обороны и внутренних дел Республики Южная Осетия и России, ставших инвалидами вследствие ранения, контузий, увечья или заболевания в связи с прохождением военной службы на территории Республики Южная Осетия. Лица, которые по состоянию здоровья были вынуждены покинуть службу, благодаря этому договору будут иметь право на пенсионное обеспечение. «Мы договорились о взаимном признании документов, подтверждающих инвалидность для уволенных военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел. Это позволит указанной группе граждан выбрать пенсионное обеспечение по законодательству Республики Южная Осетия либо по законодательству Российской Федерации в зависимости от места проживания», – говорится в комментарии министра труда и социальной защиты Российской Федерации Антона Котякова. Соглашение должно пройти внутригосударственные процедуры, и только после его ратификации подписавшими сторонами договор вступит в силу. Роза Тедеева, Зарина Татаева, информационный выпуск «Сегодня».